всем привет дорогие друзья всем привет приветствуем вас на канале на бэхе с вами всегда вадим и бэхранг и сегодня можно сказать новинки недели а можно сказать отдельный ролик который посвящен битве треков в битве двух рэперков и двух стример токсис против молодого платона генсуха против акулич а точнее по парам но короче я лишь вообще не это такой этот стример так ты как будто генсуха знаешь что это когда-то подловили хитрого иранса короче токсис и потом ты знаешь генсуха это стример ша который подкатывает токсис они там френд зоне c то вроде вместе вроде не вместе такая хуйня короче них акулич тоже стриме шапана но почему это набирает просмотры почему нам не построить тем более я посмотрю я кстати посмотрел ну мне принципе на самом деле какой он тоже нравится движуха я люблю когда там всякие записывают треки там за пять минут за час за три у них так получилось что они там три часа давали назад вот этот мим мимима маму мимима маму муж отъем на был разъем да это с другого ролика это из ролика бустера было ну короче не суть я тебе расскажу коротко это егор крит организовывают эти видосы первую часть мы пропустили там неважно а где-то интересные артисты почему интересно как токсис сделать и так далее сам ролик я посмотрел к сожалению трек пострел но клипы я не смотрел поэтому они выпустили ролик с треками потом отдельно вот вчера вышли два клипа посмотрим что у них там получилось будем будем по порядку они сначала записали а еще короче там еще в начале ролика выбираются жеребьевкой рандомно типа тема про которую они будут петь и жанр в котором они будут петь короче у акулич с этим с платоном вышла танцевальная типа стилистика и на тему праздник не подарок 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 не праздник праздник праздника подарок но там праздник как называется подарок тема праздник да что такое Тема праздник. А вот Токсиса с Генцухой выпала чуть посложнее. Короче, что-то там стилистика, какая-то аниме, что-то там. А тема игры. Но... Ну да, но всё равно как будто танцевальный жанр вообще легко. Это типа Элджей и прочая тема. Что хочешь, то можно сделать. А японская вот эта анимешная тема не очень легко. Но я слышал, что поменяли чуть-чуть. В самом видео было... Они там вначале добавили... Они чуть-чуть схитрили. Вначале и в конце трека добавили вставки анимешные. Типа... Но я так читал в телеге, что там они получили авторские права. Поэтому в самом треке и клипе я так понимаю не должно быть. Но ничего, слушаем. Начинаем по порядку. Первыми были Платон и Акулич. Смотрим клип сразу. Бэха сейчас познакомится с Акулич и познакомится... Я думаю, это Кинджуса или как? Кинцуха. Кинцуха. Я думаю, я знаю. Но ты её видел, скорее всего, в клипе Хартс. Там, где они разъезжались. Чуть-чуть ты её увидел. Там на 5 секунд... 3 секунды, наверное. Ладно, слушаем. Хорошие девочки запоминают даже до 3 секунды. Но... Они обе хорошие, на самом деле, внешне, как минимум. Let's go. Акулич, молодой Платон, подарок. Слушаем. Блядь, подожди, что? Нормально, хуйня? А типа нормально, что типа... Я-то слышал сам трек, что DJ полный мудак. А нормально, что типа снимают, типа... ДИДЖЕЙ полный мудак. Ты танцуешь одна, и я вливаю. Разноцветный коктейль, суйка. Ты сегодня моя. Давай снимай с меня, бам. Я твой подарок. Я танцую одна. Не нужен мне ты. Не нужны ключи от твоей машины. Я танцую одна. Не нужен мне ты. Не нужны ключи от твоей квартиры. Тебе нужен только мой железный кой. И пенхаус. Я не знаю. Помыкает хаус, улыбаюсь тебе. И мы тусуем о спе. На твоем дыре. И как же жаль, что меня нету твоем бишь листе. У тебя сучки подруги. Пускают про меня слухи. Ты как Аника, а я салуки. Хочу нацпить папарни луки. И я смешался с толпой. Наблюдая за тобой. Я уже совсем бухой. Тупой. И я захожу на праздник вата-фа. Диджей-пол и мудак. Ты танцуешь одна. И я вливаю. Разноцветный коктейль сока. Ты зимая моя. Моя танцует, ты не любишь. Я танцую одна. Не нужен мне ты. Не нужны ключи от твоей машины. Я танцую одна. Не нужен мне ты. Не нужны ключи от твоей квартиры. Включаю автопилот. Разливают мое. Как в бизнес-классе и меня уже ведет. И по телу тепло. Но не от тебя. Ай-я. Я хочу новый айфончик. И еще квартиру в центре. ПМВ с тренировкой. Мальчик, прыгай за столик. У меня к тебе вопросик. Можешь ли ты это сделать? Подари мне еще один нолик. На счетчик. Сколько этот трек идет? Ди-джей полный мудак. Ты танцуешь одна. Я танцую одна. Танцую одна. Не нужен мне ты. Не нужны ключи от твоей машины. Я танцую одна. Не нужен мне ты. Не нужны ключи от твоей квартиры. Ты поцеловаешь? Ебать, блядь, я пропустил. Я пропустил. Че, блядь, он же девственник. Он же сам. Подожди. Я отвлекся на телефон. Бля, повелся, лох, блядь. Блин, а сколько ему лет? Кто вообще после этого чувака в этот... Сколько ему лет вообще? Ему нормально лет, но он рассказывал в ролике, что он типа девственник, типа этого. И его еще спрашивали, чем лучше флексить? Тем, что там у тебя тачки и так далее? Или тем, что ты девственник? Типа. И вот, короче, интересно. Это именно для ролика сделали или реально они там мутят? Потому что меня, ну это чисто имхо, наверное, но меня он очень раздражает. Я как смотрел ролик Крида. Да, блин, он вообще реально как будто с парой вышел, типа, ему нужно во школу вообще. Не знаю, кто после его клуб, типа, снимает еще подставать с девушками, но, блин. Да не, ну сколько ему лет. Да, блин, все его друзья еще тоже. Но я тоже на телочки, но, блин, это очень срано выглядело. Они все как будто, типа, школьники, короче, пришли в клуб, у них свой стол, типа, разговаривают плохо. 19 лет ему. Но в этом году будет 20. Выглядит молодой. Но реально молодой. Он же молодой Паттон. Все правильно, да. Че, лагает, блядь. Вы уже Токсиса с Паттоном сушили. Паттона посушили, сейчас будем слушать Токсиса с ним сухой. Че сказать, на самом деле, типа, учитывая то, что это было записано быстро, все нормально, и еще Кулич, она стримерша, типа, она спела норм, но для меня, что я насмотрел на видео, что сейчас в клипе, как будто очень длинный трек, но я смотрю, всего, сколько оно шло? Всего 2.39, а как будто очень долго шло. Я не знаю. Да, блин, меня раздражают, это типичнее, там, там. Но это стилистика Паттона, тут он спокойно вывозит вообще на легком, поэтому. Не знаю, меня не очень вообще клубня хуйни, мне в последнее время вообще нет. Я не знаю, твой стиль понимаю, да. Я тоже не скажу, что мне это нравится, но звучит хорошо вполне, учитывая то, что это все на быстрое сделано. Смотрим Токсиса с ним сухой, интересно, что тебе больше вообще понравится. Кенсуха. Я знаю, что ты пишешь другой, каждый раз, как слышу голос твой, мне все тяжелее быть одной. Мне труднее быть с собой, я, не веду ее домой, я, я не могу быть с собой, я, 30 барабанов, я иду к тебе с войной, я, 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 прыгаю в машину, это язычка, я, 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 ты пишешь другой, я не пишу другой, я выкинул мобил, если сегодня сдохну, то возьму бабло в могилу, я сделал полном неволны, убил твоего парня, чтобы ты меня любил. Я играю в игры со мной, знаю, что ты пишешь другой, каждый раз, как слышу голос твой, мне все тяжелее быть одной. Бля, мы проебались, мы клип не включили туда, сука, ладно, вставим. Смотри, чуваки. Тут была девочка с бутилкой и вино, не переживает. А кто это был в конце? Я щас объяснил. Это НС, по-моему. Бля, факап, пацаны, ну сбили вайп, сбили вайп на скрине, поэтому, что только зафакапился. На самом ролике вставим видео, вставим видео, вы, да, по-любому все уже смотрели, слышали, сорян, пацаны. Что скажешь вообще? Понятно, что тебе намного больше. Не, но тут, бля, типа, ну, что не нравился, сразу скажу, девочка, типа, у нее обычный голос очень вообще мешал уши, я не знаю, что это было. У нее флотсета нормальная была, но как-то то, как в начале телеки его голос, мне вообще не зашло. Но, бля, продакшн был охуенный, типа, бит вообще, типа, продюсера охуенно точили, и токс, типа, тоже нормальный. Причем, типа, тоже лучше, чем много его треков, то после последнего албома послушали, или EP, еще там было, там, 5-6 треков. Нормально, мне понравилось. Ну, от из-за того, что я смотрел именно ролик самого Крида, я знаю, кто это, в конце был Нест, продюсер, который бит писал. Поэтому я, типа, хотя бы по лицу его узнал, так бы хер бы я вообще понял, кто это. По треку, да, странно, мне, странно, не то, что ее голос, а что они его переделали, так они добавили какие-то, типа, на нее гличи, на ее голос, и он какой-то такой, типа, полумультяшный, что-то там, и там как будто два голоса идет, ее, и еще сверху какой-то мультяшный голос, для меня это тоже странно, что звучит. Не, ну, в начале пиздец, ее голос прям мешал мои уши, я сразу сделал попище, потом мешал вообще. Но на самом деле, я тебе скажу, это именно при просмотре ролика, когда я смотрел ролика, ролика, блядь, смотрел ролика, смотрел когда ролик Крида, то трек там казался мощнее у тех, у платона Крида. Да понятно, это просто не твоя стилистика, если просто ценить по треку, тут понятно, Токсис, он дефолтный Токсис. Куда ты Крипил лучше? Я ж тебе договорю, типа, Токсис, просто там обычный Токсис, который, ну, а в Янцухе там практически нет, и типа, это, грубо говоря, было как будто Бату, Платон сделал с Акулич, там у нее и парт, и припев, типа, и это совместная работа, а у них чуть-чуть Акулич, итог, которым я, которым написал припев, им Крит текст, типа, то есть, а работы Акулич там практически нет. Ой, ну, А Янцухе, блядь, я уже, сука, в этих стримершах запутался. Работы Янцухе практически нет. Что она там, ну, еще переделанный Voice, а там полноценная совместная была работа. Ну, понятно, Токсис вывозит, Токсис умеет это делать, и дефолтный Токсис, который хорошо сделал, да. И по тексту, да, мне нравится Токсис, Айпар, там тоже помог Крит, я смотрел, как там, где ты плапаешь на Волге, я плапаю на Тесле, на мне, Гоша Рубчински, не хватает Канни-Веста. Я только Канни-Веста в этой строчке упоминал. Ну, Волга, это старая машина, тесты ты тоже знаешь. А Гоша Рубчински, это русский дизайнер, короче, который сейчас работает с Канни-Вестом. Типа, вот такая, ну, там, короче, не знаю, мне, я говорю, типа, Куплет Токсис нравится, мне и клип, но Куплет Токсис нравится, чем больше, чем большинство из его треков. Не знаю, мне очень хорошо. Да, на самом деле, если брать личное впечатление, мне тоже больше нравится, но если брать музыкальную составляющую и вообще, как в состязании Батла, что парное состязание, два на два, а у них как будто получилось два на одного. Типа, ну, пикенцухи практически нет. Да, если брать с клипом, клип вообще другое впечатление приносит, там еще вот эти все фоновые звуки слышно было, выстрелы, крики, не знаю, но это добавляло атмосферу, добавляло какой-то энергию в видос, поэтому один-один, я бы сказал, типа, для нас, именно лично, с перевесом небольшим, ну, для него большим. В пользу полку, да, просто, да, не наш стиль. А где это можно слушать? В клубе? В клубе? Ну, да, в клубе там. И для девочек, девочки по-любому будут слушать такое. Обла будет, Обла не был, будет, флеш тоже есть, да? Флеш нет, нет. Короче, на этом ролик все. Сейчас будут новинки недели, а на этом именно обзор вот этих битв и треков закончен. Спасибо за просмотр. Спасибо всем. Подписывайтесь на телеграм-канал, всем пока.